Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две позиции из шашечного эншпиля. Первая из них была разобрана легендарным питерским шашистом Василием Соковым. Вторая позиция была разобрана шашистом по фамилии Пель. Обе позиции представляют интерес, потому что идеи, которые будут показаны, проходят и в русских, и в бразильских шашках. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Первая позиция, которую мы рассмотрим, это позиция Василия Сокова. В данном положении белые побеждают вне зависимости от очереди хода. То есть, если ход черных, то они вынуждены играть на поле С3, либо поле Е5. Остальные ходы очень быстро проигрывают. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что если шашка белых Е3 уйдет на поле Ф4 или Ж5, эта позиция будет уже ничейная. Здесь белые никак не могут выиграть. Если уже у вас получилась, допустим, вот такая позиция в эншпиле, или такая, или такая, или такая, такая. Неважно. Введите шашку на поле Е3, получаете эту позицию и она выиграна. Рассмотрим сперва ее при очереди хода черных. Если очередь хода черных, у них есть три варианта хода. Либо на поле С3, либо на поле Е5, либо на поле Х8. Ну, на поле Х8 нельзя играть, это быстро проигрывает. То есть, белые жертвуют одну шашку, затем вторую, затем третью. Рубят дамку, ну и затем обрезают шашку черных от походов дамки с выигрышем. Есть еще ход на поле Е5. Это, кстати, наверное, все-таки наиболее сильнейшее сопротивление. Здесь белые вынуждены отдать шашку, пожертвовать. И можно занять большую дорогу либо дамкой, либо шашкой. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что надо играть именно АЖ7 в этой позиции. Дамкой занимать большую дорогу нельзя, потому что черные играют дамкой на поле Ж1. И, видите, грозят разменять шашку А3. Если они это сделают, это будет ничья. Поэтому белые вынуждены поставить дамку на поле С3 и предотвратить этот размен. Но черные тогда жертвуют шашку. Белые вынуждены бить дамкой, занимают большую дорогу. И это только ничья. Так что будьте внимательны. То есть, в этой позиции, если бы белые сыграли АЖ7, то указанная идея уже не проходит. Если черные играют дамкой на поле Ж1, мы аккуратно ставим дамку на поле Е1. И, видите, жертва здесь уже бесполезна, потому что белые занимают большую дорогу своей шашкой Ж7. Сейчас поставят ее в дамки и выигрывают. Здесь возникает окончание, которое было разобрано шашистом Пелем. Мы еще к нему вернемся в конце видео. Остался единственный ход неразобранный. Если черные пойдут дамкой на поле С3, тогда белые играют АБ4. Ну и черным надо играть лучше всего на поле Б2. То есть, белые отходят и черные нападают на шашку С5 сзади, с тылу. Тогда белые играют дамкой на поле Д8, точный ход. Ну и лучше всего побить на Ф8, потому что если черные побьют на Д6, то есть, белые просто проводят вторую шашку в дамке, затем третью, строят боевую позицию и легко побеждают. Кто не знает, как выигрывать тремя дамками против дамки и шашки соперника, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Я уже разбирал подобное видео. Поэтому, друзья, в этой позиции черным лучше всего бить на поле Ф8. То есть, не давая пошевелиться вот этой шашке. Ну, тогда белые играют ЕД4 и выигрывают во всех вариантах. То есть, если черные играют АБ4, мы нападаем сзади, надо отходить, занимаем большую дорогу. Ну и также проводим три шашки в дамке, строим боевую позицию и побеждаем. Какие еще ходы есть? Если черные играют дамкой на поле, допустим, Б4, тогда мы уже проводим также вторую дамку. Если, допустим, черные играют на поле А3, также играем АЖ7, ну и АБ4 здесь с угрозой БЦ3, да, разменять шашку Д4 ничего не дает, потому что мы нападаем дамкой с поля Д8, ходим на поле А5 и легко побеждаем. Поэтому такие ходы здесь не спасают. Поэтому в этой позиции сильнейшее сопротивление играть дамкой на поле Д6. Тогда белые играют АЖ7, ну и если черные играют шашкой на поле Б4, здесь уже, видите, дамкой бесполезно нападать, потому что черные тоже нападут на шашку Ж7 и будет ничья. Но белые здесь точно ставят дамку на поле Ф8, ну и как видите, куда бы черные не пошли, они проигрывают. То есть белые снимают шашку Б4 и легко побеждают. Рассмотрим позицию Сокова при ходе белых. Если ход белых, здесь надо выиграть темп. То есть играем дамкой на поле Д8, ну и у черных есть три варианта ответа. Либо на С3, либо на Е5, либо на АЖ8. Но на АЖ8 снова нельзя из-за этой идеи. И белые побеждают. Поэтому у черных на С3 также нельзя, потому что мы сыграем АБ4, надо отойти. Идем в дамки, черные здесь нападают. Здесь мы делаем ход СД6. Вот такой ход на бит на поле Ф8. И снова белые играют ЕД4. Эту позицию мы уже смотрели. То есть при сильнейшем сопротивлении, допустим, сюда, 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 снова ставим дамку и легко выигрываем. Это вы уже знаете. Поэтому в этой позиции у черных остается единственный ход. Дамкой надо на поле Е5 играть. Здесь уже жертвовать бесполезно, потому что черные разменяют шашку А5. Выигрыша не будет. Поэтому белым надо сыграть дамкой на поле Е7. Снова на поле Х8 нельзя из-за такого, прошу прощения, на поле Х8 здесь как раз можно сыграть, потому что здесь уже эта идея не проходит. То есть в этой позиции бесполезно было играть на поле А1, потому что белые играли на поле Х4 и передавали очередь хода черным. То есть эту позицию мы уже смотрели. А вот если играть на поле Х8, тогда белым надо сыграть дамкой на поле Ж5. Снова видите, нельзя на поле А1 играть, потому что мы сыграем на поле Х4 и получилась начальная позиция, которую мы рассматривали при ходе черных. Поэтому так играть бесполезно. Если же черные играют, допустим, дамкой на поле Е5, тогда мы уже можем пожертвовать шашку. О, надо бить. Ну и играем АЖ7, то есть снова нет размена, потому что мы занимаем нижний косячок и не даем черным разменять шашку А5. Если в этой позиции черные не играли на Е5, играли, допустим, на поле А1, мы снова получали начальную позицию. Ход передали черным, белые здесь выигрывают. Это вы уже знаете. Если же в этой позиции черные играли на поле С3, последний нерассмотренный вариант, тогда играем АБ4. АБ4 и здесь черным надо играть СБ2. Тогда белые играют БЦ5. Ну и после нападения играем дамкой на поле Д8. Надо бить до конца. Снова играем ЕД4. Ну, эту позицию вы уже видели. Ставим дамку и белые побеждают. Если же в этой позиции черные не нападают сзади, а заходят в люпки, тогда аккуратно отдаем шашку Е3, затем занимаем дамкой большую дорогу и снова проводим все три шашки в дамке, строим боевую позицию и побеждаем. И все-таки, друзья, самое сильнейшее сопротивление за черных в этой позиции играть дамкой сразу же на поле Е5. Белым надо жертвовать шашку, черные бьют до конца и белые здесь играют именно АЖ7. То есть черные играют на Ж1, грозят разменять шашку таким ходом, но белые контролируют вот этот размен и здесь белые побеждают. Эта позиция разобрана шашистом Перем. Здесь выиграть не так-то просто. Черные могут обороняться по нижнему двойнику. И, друзья, вот эта шашка А3 при шашке А5, она здесь не проводится. Здесь белым надо для начала провести вторую дамку, затем перевести дамку на поле А1. И вот в этой позиции все-таки белые побеждают. Но для этого надо сделать несколько точных ходов. Белые в этой позиции хотят перевести свои шашки, ой, дамки на поля Д4 и Е5. И тогда дамка черных будет быстро поймана. Но сделать здесь это не так просто. Надо играть точно. Для начала, друзья, переводим шашку Е1 на поле С3. То есть, в чем суть тут? Если черные сейчас будут обороняться по нижнему двойнику, то они могут занимать только бортовые поля. Срединные поля нельзя из-за элементарного трамплина. То есть, отдаем дамку и рубим шашку и дамку. То есть, черные должны либо на поле Ж1 играть, либо на поле Б8. В данном случае поле Ж1 нельзя занимать, потому что здесь единственный случай, когда белые проводят свою шашку в дамке. То есть, играем АБ4. Снова срединные поля нельзя занимать из-за элементарного удара. Сюда нельзя играть из-за того, что черная дамка попадает в петлю. Поэтому надо играть Ж2. Тогда играем БЦ5. Снова не даем занимать поля Б8, С7 из-за петли. Поэтому черные здесь вынуждены нападать сзади. Тогда играем СД6. Ну и шашка Д6 здесь проходит в дамке. Белые легко побеждают. Строят боевую позицию. То есть, когда белые играют дамкой в этой позиции на поле С3, у черных, по сути, единственный ход АБ8. Тогда белые уже играют СД4. И здесь черным надо пытаться обороняться как раз по нижнему двойнику. Уходим дамкой на поле Ж1. Черные возвращаются назад. И здесь надо, друзья, сделать точный ход. Как раз он был найден шашистом Пелем в 1926 году. Надо сыграть именно на поле А7. То есть, белая дамка должна занять поле Е3 в тот момент, когда черные займут поле H2. И не иначе. Иначе белые не смогут выиграть эту позицию. Играем на поле А7. Вот этот ход важно запомнить. И после того, как черные играют на поле H8, единственный ход. Ну, то есть, видите, сюда нельзя из-за такого. Срединные поля снова нельзя из-за трамплина, так называемого, занимать. То есть, единственный ход на поле H2. И теперь мы уже играем дамкой на поле Е3. Именно на поле Е3. В чем тут суть? У черных есть два варианта ответа. Либо играть на поле G1, либо играть на поле B8. Так как снова трамплин стоит. Давайте разберем оба хода. Если черные играют на поле B8, тогда играем дамкой на поле G1. Черным надо играть на поле H2. Снова нельзя из-за трамплина играть. Занимать серединные поля. Тогда уже занимаем дамкой большую дорогу. Ну, и на любой ход, допустим, сюда нападаем. Отошли. И здесь уже занимаем как раз вот эти поля, которые мы хотели. D4 и E5. Эту позицию мы рассмотрим в самом конце. А сейчас, друзья, вернемся к этой позиции. То есть, в этой позиции мы рассмотрели черные играют на поле H2. И белые вот в этот момент занимают поле E3. То есть, дамка на H2 мы играем на E3. Мы рассмотрели ход дамки черных на поле B8. Белые вытесняли черных с двойника. А если черные здесь нападали с поля G1, тогда уже вытеснение происходит таким образом. То есть, закрываемся. Надо отходить. Играем дамкой на поле G3. Ну, и как бы черные здесь не играли, допустим, так. Уже вытесняем черных с линии двойника и занимаем поля D4 и E5. Исходная позиция для ловли дамки получена. И при таком построении черная дамка погибает во всех случаях. Давайте рассмотрим все случаи возможные. Если дамка черных находится на поле D8, тогда белые играют Dc5. Ну, и на любой ход, видите, так, так, дамка черных попадает в петлю и погибает. Поэтому черные вынуждены играть А, B4. Ну, в этом случае просто играем дамкой на поле F8. Ну, и шашка черных B4 погибает. Белые затем проводят три шашки в дамке и строят треугольник Петрова. Кто не знает, как побеждать тремя дамками одну дамку, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Если дамка черных находится при таком построении на поле H6, здесь простая ловля. Отдаем одну дамку, затем вторую. Ну, и легко побеждаем. Если дамка находится на поле H4, отдаем эту дамку, затем эту и выигрываем. Остались два последних нерассмотренных случая, когда дамка черных находится на поле G5 и на поле C1. Ну, естественно, здесь и здесь дамка не может находиться, из-за того, что белые ее тут же поймают. Вот в этой позиции тоже надо сделать очень точный ход. То есть кажется, что можно и на G1 сыграть, и на поле А7, и везде будет выигрыш. На самом деле нет. Если белые сыграют дамкой на поле А7, здесь выигрыша, как ни странно, нет. Черные отдают шашку, надо бить, и черные нападают. Вот таким образом. Надо закрываться, иначе, если белые отойдут, тогда черные нападут, и затем займут большую дорогу. То есть надо закрываться вот таким образом. Тогда черные играют дамкой на поле А8. Ну, и на любой ход белых, допустим, сюда занимают большую дорогу, и здесь будет только ничья. Поэтому в этой позиции, друзья, важно сыграть именно дамкой на поле G1. Мы разобрали. Ход на А7 ведет лишь к ничьей. Здесь играем именно на поле G1. Ну, естественно, сюда уже нельзя из-за такого и такого хода. То есть дамка черных гибнет. Поэтому у черных остается единственный ход. Надо играть на поле C1. Тогда здесь уже играем дамкой на поле C3. Ну, и на любой ход, допустим, сюда дамка черных гибнет из-за того, что она попадает в петлю. Ну, если черные пожертвуют, шашку просто бьем на поле C5, проводим три шашки в дамке, строим треугольник Петрова и легко побеждаем. Ну, и последний нерассмотренный случай, если дамка черных здесь стоит на поле C1. Здесь уже можно сыграть дамкой на поле А7, потому что на любой ход, допустим, на поле G5, ну, естественно, сюда нельзя играть из-за того, что дамка попадает в петлю, допустим, на поле G5. То есть, а других ходов нет, сюда тоже нельзя играть. То есть, остается только на поле G5 играем, тогда уже играем на поле G1, ну, и все сводится к предыдущей рассмотренной позиции. То есть, остается играть только на C1. Мы играем дамкой на C3, ну, и на любой ход дамка черных ловится в петлю, и белые побеждают. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели два тонких окончания, которые полезно знать. То есть, я рекомендую вам в несколько раз пересмотреть это видео и постараться запомнить показанные идеи. То есть, они могут вам пригодиться в практической игре. Они имеют большое теоретическое значение. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поддержите мое творчество, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Ну, я все-таки попытался объяснить все предельно просто и понятно. Ну, если непонятно, пишите, задавайте вопросы, не стесняйтесь, это нормально. Отвечу на все вопросы. Друзья, до свидания. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной доске.